САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Среди ветеранов завоевали три медали – золото, серебро и бронзу. В Паречье, Хорватия третье место занял Андрей Салмин. Вторым стал Иван Сельдушкин. В финале он уступил соотечественнику Сергею Кавину. Чемпион Европы Рамиль Гельмеддинов в борьбе за титул «Самарец» положил на белопатки француза Александра Пасквера, чеха Эзика Олдрича и португальца Эрика Домингеса. В финале сдался еще один парижанин Рони Джунин. Крылья Советов заключили соглашение с четырьмя воспитанниками Центра подготовки футболистов. Впервые подписи под соглашениями поставили 14-летние игроки – Тельман Мавсесов, Владислав Щетинин, Даниил Волков и Владислав Воронин. Генеральный директор «Самарского клуба» Виталий Шашков подчеркнул, что команда начала работать на перспективу и отметил подписание подобных соглашений – нововведение в российском футболе. Таким образом, клуб защищает самарских воспитанников от заманчивых предложений других футбольных академий. Конец цитаты. Тольяттинская «Ладо» к континентальной хоккейной лиге в новом сезоне будет сотрудничать с пензенским «Дизелем» из высшей хоккейной лиги. До этого фарм-клубом была «Ариада» из Волжска. «Дизель» в лиге в прошлом регулярном сезоне занял 20-е место, «Ариада» – 22-е. До подписания соглашения о сотрудничестве «Дизель» работал с хоккейным клубом «Сочи». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.